Всем привет! Сегодня собрал для вас 25 инструментов с Алиэкспресс. Ссылки на все товары сможете найти в описании. Набор комбинированных ключей из хромованадьевой стали с зубцовым храповым механизмом в накидной части. Ключи ускоряют откручивание и закручивание крепежа как в обычных условиях, так и в условиях ограниченного пространства. Обеспечивает высокий крутящий момент и минимальный угол возврата. Трещоточная часть ключа не предназначена для страгивания и силовой протяжки крепежа. Для этого применяется рожковый профиль ключа или торцевые головки. Паяльник ТЕ-100. Привычный инструмент в новом обличье. Компактный паяльник с цифровым дисплеем и регулировкой температуры. В работе паяльник намного удобней обычных. Благодаря встроенному акселерометру, паяльник автоматически переключается с рабочего режима в режим ожидания и обратно. Удобное управление температурой. Достаточно нажать пальцем на кнопку. Малый вес позволяет работать продолжительное время без дискомфорта и усталости. Паяльник сможет помочь, когда необходимо паять какой-либо элемент, который никак нельзя перегреть. Температура меняется за секунды, и благодаря конфигурационным файлам можно держаться столько, сколько необходимо. Паяльник умеет переходить в режим ожидания с заданной температурой и временем, а после и вовсе отключаться, опять же исключительно по вашему алгоритму. Таким образом, настроить его под себя можно как угодно. Перекрестный лазерный самонивелирующийся нивелир используется при выполнении строительных и отделочных работ. Продукт предназначен для построения вертикальной, горизонтальной линий, а также обеих линий одновременно на расстоянии до 10 метров. Бесспорным преимуществом прибора является сокращение времени, необходимого для выполнения работ, связанных с выравниванием. Оборудован самонивелированием в диапазоне 4 градуса, плюс-минус 1 градус, что гарантирует точную работу без необходимости ручной настройки. Благодаря прорезиненному корпусу не выскальзывает из рук. Универсальный комбинированный съемник предназначен для монтажа и демонтажа внешних и внутренних стопорных колец. Он представляет собой инструмент с четырьмя сменными насадками, двумя прямыми, угловой 45 градусов и изогнутой под углом 90 градусов, что позволяет обеспечить максимально возможный доступ к любым стопорным кольцам. Конструкция съемника дает возможность оптимизировать работы с кольцами за счет удобного и надежного захвата. Инструмент оснащен шарнирным механизмом и разводной пружиной, благодаря которым его эксплуатация становится еще более удобной и продуктивной, без возможных соскальзываний и повреждений колец в процессе работы. Флюс-гель для пайки представляет собой мелкодисперсную гелевую смесь порошка-канифоль. Основа – активированный визелиновый состав с низким окислением. Гель может использоваться с паяльными пастами, наносимыми на место пайки. При этом обеспечивается равномерное распределение припоя без образования приливов, даже при высокой температуре пайки. При правильно дозированном нанесении на рабочую поверхность практически не остается следов, полностью поляризуясь после нагрева. Набор, состоящий из четырех самоцентрирующихся сверл. Данные сверла применяются при работе с изделиями из дерева. Наиболее распространенная сфера применения – сборка мебели, установка петель и другой фурнитуры. С помощью самоцентрирующихся сверл делают центрированное пилотное отверстие под саморез или шуруп. Под воздействием инструмента подпружиненная направляющая втулка прячется вовнутрь корпуса, высвобождая тем самым сверло для сверления пилотного отверстия. На конце втулки имеется фаска, благодаря чему центрирование сверла получается точно по оси отверстия. Алмазные точильные бруски гораздо прочнее и надежнее природных точильных камней. Они не раскалываются и сохраняют свою поверхность ровной даже после длительной эксплуатации, не деформируются, не изменяют свои формы при регулярных нагрузках. Не обязательно приобретать и использовать специальное масло для заточки ножей на таком камне. Достаточно просто смочить абразивную поверхность водой перед работой. Алмазные зерна отличаются высокой твердостью и остротой, поэтому они очень быстро съедают сталь и затачивают даже самый тупой нож. Главное – не переборщите. Уникальное изобретение. Маркер, проводящий электричество заправлен специальными чернилами, которыми легко рисовать электросхему на бумаге, дереве, картоне и прочих поверхностях, которые впитывают влагу. Для стекла и пластика маркер не подходит. Готовые линии являются отличным проводником и дорожками на текстолитовых платах. Спустя несколько минут после нанесения слой проводника готов к работе. Станга повышенной точности предназначена для надежного и точного закрепления на станках осевого инструмента, сверла, фрезы и другие. Повышенная точность не только позволяет надежно и точно закрепить инструмент, но и уменьшает биение при обработке, что значительно влияет на улучшение качества поверхности детали и увеличение срока эксплуатации инструмента и оборудования, а также позволяет использовать максимальные режимы реза и уменьшить вибрации. Магнитный браслет предназначен для повышения комфорта и экономии времени в процессе монтажных работ. Он позволяет удерживать под рукой мелкие крепежные элементы – шурупы, болты, гвозди, гайки и т.д. Восемь мощных неодимовых магнитов обеспечивают надежную фиксацию мелких крепежных элементов из металла. Браслет изготовлен из баллистического нейлона, который имеет повышенную износостойкость. Для дополнительного комфорта в процессе работы внутренняя сторона аксессуара оснащена мягкой перфорированной подкладкой. Байки для пневмомолотка. Специализированные насадки на инструмент, с помощью которых можно выполнять всевозможные операции по рихтовке и забиванию. Предназначены для использования машиностроения, производства, ремонта машин и других сферах. Отрезной алмазный диск – сменный режущий инструмент сегментного типа для угла шлифовальных машинок, позволяющий выполнять точную и аккуратную обработку твёрдых, но ломких материалов, таких как гранит, мрамор, нефрит, керамика. Диски представлены в трёх исполнениях – внешний диаметр 112, 125 или 150 мм, внутренний посадочный диаметр 16 или 20 мм, толщина диска 1,8 мм. Инструмент для очистки кабельной изоляции. Ручной инструмент, предназначенный для равномерного и быстрого удаления изоляции с кабеля диаметром от 12 до 40 мм. Инструмент рассчитан на работу с прочной резиновой, в том числе армированной изоляцией, толщиной до 6 мм, с возможностью регулировки глубины врезания. Подходит для снятия изоляции как с краёв кабеля, так и с его середины. Пароочиститель высокого давления. Ручной электрический прибор, предназначенный для очистки поверхностей из разных материалов от загрязнений любой сложности, в том числе жира, накипи и других. Оборудование представлено в двух версиях. Первая с максимальной мощностью 1700 Вт и температурой до 100 градусов. Вторая с максимальной мощностью 2600 Вт и температурой до 130 градусов. Отвертка Mechanic Mortal Mini – ручной инструмент с усиленным магнитным корпусом, который может использоваться со сменными отверточными битами и свободно удерживать метис в нужном положении для удобной работы. Нагревательная платформа с блоком управления. Настольное оборудование, предназначенное для предварительного нагрева элементов перед пайкой. Платформы отличаются уникальными специализированными исполнениями и предназначены конкретно для пайки плат смартфонов iPhone. Подобное оборудование – отличное решение для профильных ремонтных мастерских. Набор фрез для изготовления деревянных бус. Комплект режущего инструмента для дрели или мощных шуруповёртов, с помощью которого можно самостоятельно вырезать круглые бусы разного диаметра из деревянных заготовок разных пород. Фрезы с центрирующими свёрлами представлены рядом типа размеров для бус диаметра от 6 до 25 мм. Демонтажный пистолет для пайки – универсальное приспособление, предназначенное для комплектации демонтажных паяльных станций. Конструкция пистолета и возможность смены сопла позволяют быстро удалять любой припой. Пистолет рассчитан на работу с максимальной температурой до 480 градусов. Нажимной блок – ручное приспособление, позволяющее прочно удерживать заготовку во время деревообработки на пильных станках. Нажимной блок имеет модульную конструкцию и может быть настроен под заготовки любого размера. Приспособление имеет большую контактную площадь, широкую эргономичную ручку и нескользящие накладки в основании. Гибкий шаблон для фигурного фрезерования – специализированные приспособления, с помощью которых можно предварительно сформировать фрезеруемые контуры, в том числе прямолинейные сложные формы вроде арок, изгибов и других фигурных элементов. Шаблон разработан для использования при обработке деревянных или дерево-содержащих заготовок. Рабочая длина шаблона – 1200 мм. Сварочные зажимы – ручной инструмент, используемый для фиксации листовых металлических заготовок во время сварки или совместной механической обработки, например, пакетной сверловки. Толщина материала губок – 5 мм. Максимальная толщина зажимаемых заготовок – 15 мм. В инструменте предусмотрен механизм регулировки усилий сжатия, а также фиксатор, исключающий случайное раскрытие губок. Коллектор для сбора пыли. Устройство, предназначенное для быстрого удаления пыли и других загрязнений с рабочей зоной во время использования дрелей или перфораторов. Приспособление сделано из прочного пластика, благодаря чему не боится контакта с агрессивными средами и падений. В конструкции коллектора предусмотрено большое внутреннее пространство, позволяет удалять даже большое количество пыли. Система автоматического открывания дверей для курятника. Комплекс электронных механизмов с блоком управления и фотоэлектрическими элементами, который позволяет автоматизировать открывание и закрывание дверей курятника или другого помещения, в зависимости от изменения условий внешнего освещения. Открывает, когда светло, и закрывает, когда темнеет. Оборудование распознает 9 режимов интенсивности, имеет мощность в 66 Вт и обеспечивает скорость подъема до 5 мм в секунду. Вертикально-сверлильный станок – компактное станочное оборудование, которое может использоваться для сверления металлов разных марок, пластика, дерева и других материалов. Обеспечивает минимальное биение и отклонение при выполнении задач разной сложности. Номинальная мощность – 1050 Вт. Максимальная скорость холостого хода – до 800 оборотов в минуту. Вертикальный ход шпинделя – 60 мм. Диаметр зажимаемых сверл – от 3 до 16 мм. Полировальная машинка. Ручной электроинструмент, который может использоваться для полировки лакокрасочных покрытий и изделий из металла, пластика, дерева и других материалов. А также для удаления царапин и нанесения защитного покрытия. Скорость холостого хода – до 3000 оборотов в минуту. Шесть рабочих режимов. Максимальный диаметр насадок – 75 мм. Емкость аккумулятора – 2000 мА. Большое спасибо всем, кто досмотрел видео до конца. Надеюсь, вы нашли для себя полезный товар из нашей подборки. Я всем желаю удачи и до новых встреч!